Доброе утро, коллеги! Что делать, если обнаружена свалка несанкционированного строительного мусора? Куда обращаться и как найти ответственного? Эти вопросы мы сегодня зададим начальнику управления экологического надзора западнокрымского региона Андрею Семанченко. Андрей Владимирович, доброе утро! Здравствуйте! Что делать, если, например, я обнаружила свалку несанкционированного строительного мусора? Куда мне обращаться? В городе Евпатория территориально размещено управление экологического надзора, которое я возглавляю на данный момент. У нас, согласно нашим функциональным обязанностям, наши инспектора как раз и занимаются выявлением этих фактов и пресечением данного правонарушения, а также установлением виновных лиц. Для того, чтобы это все было оперативно установлено, нами используются такие функции, как фотографирование данных свалок и публикация на нашем официальном сайте в Минприроды Крыма. После чего люди неравнодушные, наши местные жители, могут опознать, например, если они видят лиц зафиксированных, предположим, что фотография поступила к нашим инспекторам через социальные сети. И люди могут опознать виновных, например, в данном правонарушении или же сказать, кто мог это совершить. Ну, например, соседи видели, как их недобросовестные соседи вывозили тот же строительный мусор после ремонта. Ну, в таком формате. Хочу отметить, что на государственном уровне нашей республики разработан порядок взаимодействия между органами государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления, муниципальных образований. С чем это связано? Потому что, если мы устанавливаем виновного лица, виновное лицо в совершении образования этой свалки, мы, конечно, его принуждаем эту свалку ликвидировать, мы, конечно, его накажем в соответствии с административным кодексом. Но бывают случаи, что мы всеми нашими усилиями не сможем установить, потому что люди это могут выбрасывать и ночью, могут это делать на выходные дни. Андрей Владимирович, но фотофиксация, она все-таки помогает, да? То есть это может быть номер автомобиля, это может быть... Совершенно верно, да. Хотел отметить такой интересный случай. Это произошло вот уже после Нового года. Неравнодушные жители жилого массива, нового, строящегося на улице Чапаева, нашли наш телефон, это мой личный телефон на сайте Минприроды и звонили. Они видели, как недобросовестные наши жители выбрасывают строительные отходы, позвонили. Мы с ними в телефонном режиме обговорили дальнейшие наши мероприятия, и как неравнодушные наши граждане опять увидели этот факт, был совершен звонок, мы оперативно выехали, и на месте совершения административного правонарушения были задержаны наши виновные люди. Получается, что в этом случае найти ответственного проще? Конечно, да. Все зависит от отношения к экологии, отношения к порядку на территории нашего города. А какое наказание существует недобросовестным строителям, так скажем, или предпринимателям, которые делают такие несанкционированные свалки? Законодатель в соответствии с требованием статьи 8.2 Кодекса административных правонарушений устанавливает виновность и наказание в виде административного штрафа. Ну, в частности, индивидуальным предпринимателям от 30 до 50 тысяч рублей, вплоть до приостановки его деятельности сроком на 90 дней. Ну, это по решению суда данное уже будет наказание. А кто должен убирать все-таки эту несанкционированную свалку строительного мусора? Несанкционированную свалку должен убирать или же виновный в случае его установления. А в дальнейшем, если мы не сможем установить таких лиц, то готовится пакет документов. В данном случае, если будет установлено, что это земельный участок находится в муниципальной собственности нашего города, то пакет документов на ликвидацию будет отправлен в администрацию города для ликвидации данной свалки. И бремя финансово, конечно, ляжет на муниципальные органы, на наш с вами, в конце уже на наш с вами карман, скажем так. Ну, а что касается экологической обстановки вот на тех местах, где расположены свалки? Там, где нами установлено виновный, виновный, конечно, ему определяется срок для ликвидации. При этом мы для того, чтобы исключить негативное воздействие на ресурсы природные, мы отбираем пробы самого отхода, мы отбираем пробы грунта, находящегося под телом свалки, для того, чтобы оценить причиненный вред природным компонентам. Ну, не дай бог, если это, конечно, будет установлено в водоеме, мы, опять же, существует методика для расчета вреда, и в дальнейшем в судебном порядке с нарушителя будет истребован эти ущербы, этот вред, выраженный в денежном эквиваленте. А страшно, когда, наверное, свалка находится рядом с водоемом? Да. Там быстрее разносятся временные вещества? Конечно, конечно. Да, и с этой целью нашими инспекторами производятся рейдовые осмотры территорий в систематическом режиме, мы на месте не сидим. Прошу поверить, что работы очень много, и потом приходится охватывать и берег, и берег моря, и водоемы наши, там, где лебеди, там, где СССИВАШ. Мы везде пытаемся смотреть, везде пытаемся контролировать ситуацию. Ну, а на сегодняшний день сколько обнаружено таких вот несанкционированных свалок? Ну, слава богу, в пределах водоохранной зоны нами не обнаружено. Обнаружено на территории муниципального образования города Евпатории, было обнаружено 9 свалок. Мы работаем в тесном контакте с администрацией, 2 свалки они уже убрали, но 7 остается еще на совести муниципалитета. Ну, мы работу не останавливаемся на этом, мы сейчас организовываем уже внеплановую проверку самой администрации, чтобы понять и в некотором роде попытаться, не попытаться, а заставить все-таки, чтобы данные свалки в нашем городе были ликвидированы. Спасибо вам большое, Андрей Владимирович, что вы пришли этим утром к нам в студию. Коллеги, я передаю вам слово и хорошего вам дня.